Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз, и сегодня с вами я, Марина Крылова. Как всегда, мы подготовили для вас порцию самых ярких и актуальных новостей из жизни Казанского Федерального. И расскажем о них прямо сейчас. Ректор КФУ встретился с участниками фестиваля «День первокурсника-2017». КГУ прошел вузовский чемпионат WorldSkills. Победитель отправится в Москву. Студенты высшей школы журналистики совершили учебный пресс-тур в Международный аэропорт Казань. Ректор Казанского Федерального университета Ильшат Гафуров встретился с участниками фестиваля «День первокурсника-2017». Лучшие из них были награждены дипломами. Подробнее в сюжете Артема Тупичкина. Закрывающим мероприятием «Дня первокурсника-2017» стала встреча ректора Казанского Федерального университета Ильшата Гафурова с участниками фестиваля. После того, как ректор поделился с первокурсниками стратегии развития университета, между Ильшатом Гафуровым и студентами состоялся диалог. Вопросы студентов оказались серьезными. Среди них повышение конкурентноспособности к ФУ и помощь в этом со стороны студентов. Нам нужно просто выбрать свой путь, скорректировав его с учетом достижений быстро развивающихся университетов мира. А сегодня в основном это азиатские университеты, которые делают очень быстрый скачок, но и пронормировав его на наши условия, на наши финансовые ресурсы. Сам же ректор затронул вопрос на злободневную тему, касающуюся татарского языка и флэшмоба перед зданием Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального университета. Задают вопрос, вы знаете, там флэшмоб был студентом перед зданием Института филологии и межкультурной коммуникации, спели песню. Что за это будет студентом? Ничего не будет, если не нарушали никакие регламенты и законы. Каждый человек у нас может выражать свою точку зрения и должен занимать активную позицию, но при этом не мешая никому другому. Что будет тем, кто раздавал там азбуку в защиту своего языка? Раздали и раздали. Сама постановка вопроса зачастую является провокационной. Студенты не только получили необходимую информацию, но и обсудили волнующие их вопросы с ректором Казанского Федерального университета. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз. В Казанском Федеральном университете прошла необычная лекция. В стенах Института управления экономикой и финансов выступил министр финансов Республики Татарстан. Тему лекции ты узнаешь уже сейчас в сюжете Олега Кашина. 1 ноября в актом зале учебного здания Института управления экономикой и финансов Казанского Федерального университета состоялась открытая лекция министра финансов Республики Татарстан Радика Гайзатулина. Тема лекции – основные характеристики бюджета на 2018-2020 года. Лекция по традиции началась с приветственных слов, в которых сам министр отметил, что студенты, приглашенные на лекцию, уже проходили тему бюджета. Его задача как лектора – это рассказать о новой информации и добавить свежих цифр. В лекции участвуют студенты, которые прошли эту тему. И мы хотели дать определенную новую, свежую информацию. Кроме этого, Радик Гайзатуллин выразил надежду, что многие студенты, которые присутствовали на лекции, будут устраиваться на работу именно в Министерстве финансов, объявив, что сейчас около 85% сотрудников Минфина – это выпускники Казанского Федерального университета. Я думаю, многие из вас в дальнейшем будут работать у нас, в Министерстве финансов, порядка 85% специалистов работают, это бывшие студенты Казанского Федерального университета. Поэтому, я думаю, среди вас тоже будут такие же классные специалисты, которые в дальнейшем будут у нас работать. Само собой, что лекция не могла пройти без повторения азов экономической теории. Именно поэтому лектор повторил для студентов, что такое дефицит и профицит бюджета. Также напомил, как именно субъекты Российской Федерации финансируются для покошения дефицита. Аля Акашина, Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. КГУ прошел вузовский чемпионат WorldSkills. Это новый проект организаторов. В соревнованиях участвуют студенты на все руки. КГУ внутри вузовский отбор прошли 5 человек. Победитель отправится на финал в Москву. 27 октября в Казанском государственном энергетическом университете прошел вузовский чемпионат WorldSkills. Это новый проект организаторов. В соревнованиях участвуют студенты на все руки. В КГУ внутри вузовский отбор прошли 5 человек. Масса электроэнергетики известна заранее. Подсоединить провода, собрать блок схемы, подключить электричество. Задания участники получают за несколько дней. За 7 часов у нас электромонтаж. Один час находится на неисправности и один час на программирование. Общее количество часов – 9 часов. Честно говоря, до конца еще не собрал схему. Вот посмотрим, смогу ли я уложить за 7 часов или нет. Чемпионат WorldSkills называют Олимпиадой, но только в области рабочих профессий. Масштабы действительно поражают. 77 стран-участниц, 52 компетенции. То, что происходит сегодня в вузовские соревнования. Опыт, дебют, как и сам финал в Москве, который соберет более 80 городов России. Чемпионат тоже в Москве проходит впервые, потому что данная линейка, заданная по вузам, она вообще, в принципе, для мировой практики не принята. Мы, как определенный драйвер движения WorldSkills International, продвигаем новые идеи. Начиная с демонстрационного экзамена, с килл-паспорта, так называемого. И сейчас у нас новая идея, это как раз отборочный чемпионат среди студентов вузов. Чемпионат проходит и в других вузах Казани. Единственное соревнование по электроэнергетике. Победителем стал Линар Хаков. Он отправится в Москву, где поборется за медаль по профессиональному мастерству. Напомним, что в 2019 году в Казани придет 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Диана Шилова, Универньюс. Узнать об особенностях обслуживания пассажиров в Международном аэропорту Казань, увидеть, как проходит досмотр вещей при поиске взрывных устройств, оружия и другого, смогли журналисты Казанского университета. Наш корреспондент Анна Глазунова вместе со студентами познакомилась изнутри с работой сотрудников Международного аэропорта Казань. Смотрим. Заглянуть туда, где обычным людям вход строго воспрещен, смогли студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета. Журналисты посетили Международный аэропорт Казань, где познакомились со спецификой авиационной деятельности. Журналисты прибывают в аэропорт, когда здесь происходит что-то интересное. А у нас постоянно что-то интересное происходит. То приезжает какая-то международная делегация, то какой-то форум мы обслуживаем, собираем, то у нас чемпионат мира будет, то какое-то неприятное событие происходит. Оно, как правило, больше всего притягивает к себе внимание, в том числе и журналистов. Экскурсия началась с посещения терминалов. Агент по организации пассажирских перевозок Олеся Ильина ознакомила молодых журналистов с особенностями обслуживания пассажиров, рассказала, как проходит регистрация на рейс. Все агенты должны обладать знаниями английского языка, а также быть стрессоустойчивыми, поделилась девушка. Как выяснилось, самым безопасным местом в самолете являются передние места. Туда обычно усаживают родители с детьми. Студенты смогли познакомиться изнутри с работой рентгенотелевизионного эндроскопа, который отвечает за поиск оружия и других запрещенных веществ. Специалист службы авиационной безопасности Виктор Гафаров на деле продемонстрировал, как проходит обыск и изъятие взрывных устройств. Безопасность на территории международного аэропорта Казань – самая важная и неотъемлемая часть. Группа быстрого реагирования мгновенно разрешает нештатные ситуации, будь то попытка проникновения на охраняемую зону или обнаружение подозрительных предметов. Журналисты стали свидетелями прибытия самолета, разгрузки багажа, понаблюдали за оперативной работой сотрудников. Они узнали все о технологии обслуживания пассажирских самолетов. К слову, пресс-тур получился очень насыщенным, а главное – полезным. Ведь журналисты после посещения должны будут опубликовать материалы об этой поездке. Впервые посетила пресс-тур, вообще не знала, что это такое. Сама экскурсия была очень информативная, узнала очень много для себя и просто понимая, что все наши полеты, они в принципе защищены, а то, что мы побывали прямо изнутри, узнали весь этот механизм, это еще более открыто показывает нам о том, что все у нас под контролем. Интересно знать изнутри, как это все происходит. То есть ты проходишь мимо всегда и думаешь, ну и что, ну и сканер, ну и посмотрели твою сумку, а как это все происходит, как это все запоминается, это все очень интересно. Ну самое, конечно, невероятное, это когда на тобой прилетает самолет, да, ты видишь его прям почти на вытянутой руке, а это, конечно, самое интересное. Завершился пресс-тур посещением взлетно-посадочной полосы, куда допуск разрешен только специально обученным сотрудникам. Но журналистам позволено многое. Там студенты смогли увидеть, как прямо над ними проносится самолет к полосе посадки. Казалось, что еще совсем немного, и до него можно будет дотронуться рукой. Анна Глазунова, Владислав Мигневский, Универ Ньюз. Это были все новости на сегодня. Желаем вам приятного вечера. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова